Приветствую, меня зовут Артём Первушин, вы на канале по инвестициям и финансовой грамотности. В серии таких видеороликов я раз в месяц говорю о достижениях, о своих достижениях, неудачах в том числе, они у меня тоже присутствуют, на канале про это рассказывал, и о том, как я движусь к своей цели. Суть таких выпусков заключается в том, чтобы замотивировать вас разобираться в финансах, в финансовой грамотности, в инвестициях, и чтобы вы начинали инвестировать. Сегодня я расскажу о своем основном инвестиционном портфеле, о том, какие цели перед ним стоят, как я к ним движусь, какие промежуточные результаты наблюдаются. Я напомню, что мой основной инвестиционный портфель – это недвижимость, в которую я перешел после того, как накопил стартовый капитал на фондовом рынке. Об этом у меня есть путь на канале, в старых видеороликах можете посмотреть. У меня на данный момент 4 квартиры, одна из которых просто висит на балансе нулевой, я по ней ничего особо не ожидаю. Когда-нибудь перепродам в плюс, когда там рубль, абсцент, или недвижимость сильно в России вырастет. И три основных инвестиционных объекта, на которые я делаю ставку. О них как раз-таки я хочу рассказать подробнее. В прошлых выпусках я говорил о том, что у меня была большая нагрузка ипотечная, было объектов больше, ипотеки были дорогие, плюс, как вы можете наблюдать, граффит долг у меня и сейчас 20 миллионов рублей долгов. Тем не менее, по одной из квартир, которые у меня сейчас есть на балансе, я ипотеку погасил в прошлом месяце полностью. Ну и, кроме того, рассказывал в прошлых выпусках, что у меня было больше объектов, которые я продавал и гасил ипотеки. Передо мной стояла первая задача – погасить ипотеки до приимлемого значения, поскольку платить в месяц там по полмиллиона рублей на апрель 23-го года у меня именно такая цифра была, для меня, к сожалению, после 22-го года не представляется возможным. Я свою цель первую, которая передо мной стояла, выполнил. Я сейчас плачу по ипотекам 200 тысяч рублей в месяц, и это та сумма, то значение, которое меня вполне устраивает. И я сейчас хочу подвести вас к двум мыслям. Во-первых, я говорил, что не буду продавать оставшиеся три объекта, буду пускать их в аренду, жить на пассивный доход от них, условно жить, да, покрывать этим доходом оплату за ипотеки. И второе, все средства, которые я сейчас зарабатываю, я напомню, что работаю я трейдером на криптовалютном рынке, я их не буду пускать в погашение долгов по этим объектам, поскольку моя задача заключается в том, чтобы вот эти три объекта как раз-таки гасили платежами по аренде, сами себя, сами себя покупали, и со временем очевидно, что ставка аренды будет расти, скажем, лет через пять гораздо дороже будет стоить аренда, чем сейчас. То есть через время, если сейчас я 200 тысяч рублей плачу за ипотеки, 200 тысяч рублей получаю за аренду недвижимости, со временем 200 тысяч я так и продолжу платить за ипотеки, но за аренду недвижимости буду получать, например, 300 тысяч рублей при росте ставки по аренде. Это называется инфляция. Что ж, видно, что с прошлого раза мой финансовый показатель по портфелю изменился следующим образом. Стоимость недвижимости осталась на месте, однако уменьшился долг. Я отдал 6 миллионов рублей, который должен был по одной из квартир который у меня сейчас в наличии. Соответственно, у меня там была ипотека, что-то по 22 годовых, что-то такое очень дорогая. Соответственно, плата в месяц у меня уменьшилась. Я платил 318 тысяч рублей, сейчас должен платить всего лишь 200 тысяч рублей в месяц. И по сути, в прошлом месяце я закрыл свою первую цель это снизить ежемесячную плату до приемлемого значения. И обратите внимание, стоимость чистых активов, то есть стоимость моей недвижимости выросла с 42 до 48 миллионов. Почему? Потому что если я сейчас всю свою недвижимость продам, конвертирую в деньги, у меня как раз получится 48 миллионов. То есть это стоимость моей недвижимости минус те долги, которые по ипотекам я должен отдать при продаже этой недвижимости. Когда я заплатил ипотеку в 6 миллионов рублей и закрыл, квартира как стоила 16 миллионов, так она и стоит 16 миллионов. Но если до этого стоимость чистых активов у меня в рамках этой квартиры была всего лишь 10 миллионов, потому что 16 минус 6 это 10, то сейчас у меня все 16 миллионов это все мои деньги, которыми я могу распоряжаться при продаже этого объекта. И то есть стоимость чистых активов подросла. Давайте я покажу вам графики, что же там происходит. Видно, что стоимость недвижимости моей снижается по мере того, как я ее распродаю. Вот она была 100 миллионов, стала 68. Но уменьшаются в первую очередь долги, а вот стоимость чистых активов, обратите внимание, как была на отметке 48 миллионов, так на этой отметке и осталось. Это важный момент, важный нюанс, который стоит понимать. То есть я, по сути, ничего не заработал и ничего не потерял с того, что у меня там было, допустим, 9 объектов, сейчас стало 4. Я просто погасил избыточную долговую нагрузку. Какая задача передо мной, собственно, и стояла. И обращаю ваше внимание, мне важно сейчас передо мной следующая цель, какая стоит. Вот этот параметр доход минус ипотека с минусового значения вывести в ноль. Я хочу, чтобы все мои ипотечные платежи окупались со сдачей недвижимости в аренду. Первое, на что хочу обратить внимание. У меня сдается 2 квартиры в Сочи сейчас. И вот в августе они сдавались прям хорошо. Я заработал с этого 90 тысяч рублей. А вот в сентябре написано 35 тысяч на самом деле. Это за август я получил просто деньги в сентябре. А вот в августе 90 тысяч я получил за июль. То есть в июле они сдавались очень хорошо. А вот в сентябре была проблема. И что-то я там на 40 тысяч рублей меньше получил. В управляющей компании там была проблема, что человек забронировал квартиру, отменил брони. Пришлось по лоупрайсу одну из квартир сдавать, как мне объяснили. Ну посмотрим. В общем я говорил уже в таких выпусках, что если с двух объектов я буду получать с сдачи в Сочи 35 тысяч рублей, когда я их в долгосрок сдавал в 2 раза выгоднее, а то и в 3 раза выгоднее, очевидно я буду продолжать их сдавать в долгосрок. Но посмотрим, еще несколько месяцев по сдаем. Там как раз будет не в сезон. Посмотрим, что получится вне сезон выжить из посуточной аренды квартир в Сочи. Ну с этим будем работать. Но это не основной пласт моей работы. Я сейчас хочу сделать что? Кроме того, что у меня есть 2 квартиры в Сочи, у меня вот самый большой объект, вот этот, ну я сейчас отметил, что он 35 миллионов рублей стоит, на самом деле гораздо дороже. Где-то 42, 40-42 я могу в теории поставить на продажу и в течение нескольких месяцев продать. Чуть позже подкорректирую данных в таблице. Вот этот объект, он строится. И сдача его планируется где-то весной-летом следующего года. Соответственно, как только он войдет в эксплуатацию, я пущу его в аренду. Объект мне сразу дадут с чистовой отделкой. Единственное, что мне нужно будет в него еще вложить мебель. Мне нужно его будет меблировать для того, чтобы человек, когда заезжает в квартиру, у него было уже готовое помещение. Естественно, когда вы арендуете квартиру, вы не хотите тратить там миллион рублей на покупку мебели. Например, как минимум миллион рублей. Соответственно, деньги на вот это действие я сейчас буду откладывать. Это первое. Второе. До того момента, пока эта квартира вдастся в эксплуатацию, мне нужно будет платить ипотеки по 200 тысяч рублей в месяц. Я как раз-таки на год деньги отложил. То есть я отложил 2 миллиона 400 тысяч рублей на год для того, чтобы эти ипотеки погашать. И на эти 2,5 миллиона я буду как раз гасить ипотеки весь этот год. А потом, как только объект будет введен в эксплуатацию, я пущу его в аренду. И примерно как раз у меня будет выходить 200, вероятно, даже больше тысяч рублей в месяц суммарно с моих объектов. Они будут покупать сами себя. Что получается? Получается, что я инвестировал. Ну, давайте я сейчас вот этот объект учитывать не буду, который у меня просто на балансе висит. Я его особо не беру никуда в расчет, потому что он находится в Туапсе. И я и жить там не планирую, и сдавать в аренду там тоже не планирую, поскольку нужно будет объект без ремонта. Нужно ремонт делать. Это слишком будет дорого, и окупаться будет миллион лет. Он просто у меня на балансе висит. Я его взял в льготную ипотеку, плачу по 15 тысяч рублей в месяц. Когда-нибудь, естественно, вот эти вот 3 миллиона рублей долго обесценятся. Я просто продам его в плюс 3 миллиона. В покупательной способности. Так вот, у меня, по сути, работает всего 3 объекта, которые стоят 63,5 миллиона рублей. Купил я их, получается, со скидкой в 17 миллионов. То есть, по сути, у меня... Сколько это было? 45 миллионов рублей было. Я мог бы на эти 45 миллионов рублей, например, купить за одну квартиру в Москве, ну и все, и там 5 миллионов у меня бы еще осталось. Ну, если бы я за 35 купил. По сути, я что сделал? Я на 45 миллионов рублей купил сразу 3 объекта, просто используя ипотечные деньги, которые сами собой окупятся за счет сдачи этих объектов. И получается, спустя какое-то время, ну, скажем, спустя лет 5, например, да, когда уже существенно рубль подешевеет, через 10 уже там раза в два он обвалится, еще в лучшем случае, наверное. Так вот, лет спустя через 5, как только рубль подешевеет, получится, что мои ипотеки плюс-минус обесценятся, ипотечный платеж 200 тысяч рублей в месяц, он будет уже не такой существенный. И альтернатива-то какая? Я мог одну квартиру купить в Москве, да, например, а используя ипотечные средства, купил 3. И спустя 5 лет вот эти 3 квартиры, они мне купили сами себя, по сути, ну, добавив мне еще 2 квартиры в Сочи. То есть, понимаете, да, если я покупаю квартиру не для себя, квартиру под инвестицию, обязательно нужно использовать ипотечные средства для того, чтобы максимизировать свою доходность, но важно понимать, под какой процент, на какой срок и так далее. То есть, там есть много нюансов, нужно считать все проценты, все деньги, все платежи и так далее. Это к ответу на вопрос в комментариях в прошлом выпуске мне писали, что ха-ха, ипотечный инвестор, звучит смешно. На деле это выгодно, на деле это выгодно, просто нужно понимать цель. У меня изначально такая цель и была, просто средств было больше на запуск. И я планировал 9 квартир запустить, по этой причине как раз у меня, видите, долговая нагрузка там была под 50 миллионов рублей. Но я тут еще не с самого начала учитываю, там была даже под 60 миллионов рублей в моменте. но нужно было еще годик хотя бы подождать, как раз таки вот, когда Москва запустится. К сожалению, не дотянул, не дотянул и не смог оплачивать вот это все ежемесячно, поэтому пришлось немножко распродать. Но тем не менее, вот такой объем как раз у меня и будет сейчас работать. И то, что я зарабатываю сейчас, я буду пускать не в погашение долга, а в покупку новых объектов. То есть я все еще остаюсь, так скажем, real estate инвестором. Я все еще рассматриваю недвижимость как основной свой инвестиционный портфель. И все свои деньги, которые я буду зарабатывать, я буду пускать именно в недвижимость, поскольку кейс мне нравится, опыт мне нравится. И это гораздо проще, стабильнее и надежнее, чем, допустим, фондовый рынок. Но тем не менее, на фондовый рынок я тоже инвестирую. На канале можете на этот счет ролики посмотреть. К слову, если вы инвестор, если вам интересен фондовый рынок, то по ссылке в описании можете завести себе брокерский счет по моей рефералке у брокера БКС. Это топ-1 брокер в России по объему активов клиентов. И прикол в том, что, во-первых, вам откроют счет по ссылке внизу за 5 минут онлайн. Этот счет будет бесплатный. Абсолютно 0 рублей в месяц по тарифу инвестора, который у вас изначально будет подключен. И, кроме того, вы будете инвестировать вообще без комиссии. Я как раз-таки этим тарифом и пользуюсь на своем канале, когда показываю рубрику инвестиций с нуля, где покупаю акции на фондовой бирже. Но дело в том, что акция покупаю на небольшой счет. Это мой не основной инвестиционный портфель. Я там так по чуть-чуть, по копеечке вкладываю в долгосрочный дивидендный портфель, просто чтобы показать, как работает фондовый рынок, как там работает дивидендная доходность, как он там растет, как падает. На канале я про все это показываю, рассказываю. Вот если вам это интересно, то пользуйтесь брокером БКС по ссылке внизу. А вообще, вот я такой real estate инвестор и хвастаюсь своими результатами. А чтобы не похвастаться на своем канале. Подписывайтесь. Не забывайте, что у меня есть другие соцсети по ссылкам внизу, Telegram, Instagram. Вот, например, в Telegram можете подписаться, просто отсканировав QR-код на экране. Не знаю, там сколько YouTube еще будет оставаться незаблокированным, в свободном доступе. На всякий случай подпишитесь на другие мои соцсети, где я появляюсь чаще, чем здесь. Пишите вопросы в комментариях. Рад, что досмотрели до этого момента. Спасибо, ставьте лайки. Удачи!